Охренеть, еще вон сколько. Сначала одна черненькая лазила, а теперь вон сколько она лазила. Такие кадры каждый день появляются в соцсетях. Бродячие животные пугают жителей Барнаула неспроста. Недавно в разных регионах страны собаки загрызли мужчину и семилетнюю девочку. Вместо того, чтобы бороться с причиной проблемы, все чаще слышно расстрелять, истребить, устроить автоназию. Быстрее, быстрее. Этого симпатичного корги зовут Чарли. Пес гуляет в специально отведенном месте. Такой есть в парке Изумрудный. Его хозяйка заводила собаку уже во взрослом возрасте. И вот почему. Некоторые сейчас берут собаку для детей, но в итоге вся ответственность переходит на родителей. Это ежедневные прогулки и утром, и вечером. Корм, воспитание. И еще раз ответственность. Хороший. Кота по кличке Валаби недавно нашли в Барнауле. Волонтеры уверены, в прошлом это домашний кот. Кто-то отрубил ему передние лапки и бросил умирать на мороз. Сообщили люди, что к ним в сарае приполз кот. Это далеко на дачах, за силикатным. И что ему нужна помощь. Он лежал грязный в крови. За свои 10 лет волонтерства первый раз. По снимкам было раздробление костей на клоничных участках, что говорило о том, что какая-то очень сильная, режущая, рубящая сила пыталась отнять у него лапки. Все, кошка вообще партизанка. Очень даже прекрасненькая. Приют Ласка. Все животные проходят эту процедуру. Клеймо помогает идентифицировать животное. А вот такие бирки уже надевают тем собакам, которых специально отловили для стерилизации и выпускают на волю. Бирка дает хоть какую-то гарантию прохожим, что хвостатый не будет устраивать собачьи свадьбы или разводить потомство. То есть это уже менее агрессивное животное. А это уже пугающая многих россиян чипизация. И она проводится не по заданию Билла Гейтса. Чип ставится обычно в область холки. Вот. Сейчас мы вот посмотрим. Такой это препарат-аппарат. Он сканирует. Вот, пожалуйста. Порода, возраст, кличка и главное, кто владелец. Чтобы было с кого спрашивать, если домашнюю собаку выгонят на улицу. Сейчас за такой поступок люди максимум портят себе карму. То тут коробочка со щенками, то там коробочка со щенками. То просто бабушка звонит. Вы либо меня собачку заберете, либо я просто выкину. Они у нас не с неба посыпятся. Они поступают из дома. Когда будет стерилизовано 90% домашних собак, которые не племенные, не продуктивные, вот просто любимец домашняя, когда они будут все стерилизованы, когда перекроем потоки поступления бездомных животных на улице, тогда останется уже какой-то ограниченный ареал. Барнаул – наши дни. Прохожие решили уже сами поймать собаку. А на этих кадрах уже происходит ее задержание. Лабрадора забирает полиция, потому что он опять гуляет один, без хозяйки. Хозяйку он видел, сейчас проходила, но я ее заранее видел. Потом домой иду, смотрю, это бегает. Полгода назад я тоже самую собаку уже видел. Уже полгода назад такая же история была. Но тогда хозяйка нашла, сейчас вот он бегает. Но самое страшное, что жители города уже начали самосуд над собаками. Пока власти думают, что же делать. Накануне в Барнауле неизвестные расстреляли собаку. Пуля застряла в позвоночнике. Получается, собака жива, но теперь она инвалид. А это свежие кадры из Иркутска. В городе массово начали травить собак. Собаки бьются в конвульсиях и спасти идет пена. Кинологи и зоозащитники собирают пострадавших бездомных животных и доставляют в госпиталь. Спасти удается не всех. Накануне в Алтайском ЗАГС собрании объявили, что увеличат бюджет на отлов и стерилизацию собак в этом году. Сразу с 16 до 32 миллионов. Кроме того, депутаты уверены, нужно ужесточать ответственность за выброс животных на улицу. Профильный комитет уже направил депутатам Госдумы поправку по чипированию и учету домашних животных в закон о ветеринарии. В том, что домашних животных нужно чипировать, уверен и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Также он считает, пора создавать приюты во всех муниципалитетах, причем государственные. Власть сегодня должна прежде всего что сделать? Собак нужно изъять. Вот для этого нужно провести финансирование тех организаций, которые будут заниматься отловом животных. Там, в том приюте, который мы создадим, это должна быть огороженная территория. Где сегодня живет собака? На открытом пространстве, правильно? Ей нужны какие-то условия? Не нужны. Сделайте, для того, чтобы быть гуманным, сделайте навесы, где собака может укрыться от дождя, от ветра, от снега. И этого будет вполне достаточно. Потому что собака будет сыта и защищена. Это минимальные затраты. Пойдут ли на это власти регионов – другой вопрос. Но им стоило бы поторопиться, пока люди от страха и злости не перестреляли всех собак и друг друга. Защитить человека – это первостепенная задача. А вот сделать это все красиво – это тоже задача умного человека. На том мы и хомо сапиенс. Потому что человек разумный. Вот разумный человек и должен найти выход из этой сложившейся ситуации, к которой он приложил огромные усилия. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.